Заканчиваем тему 109.2, разбираемся с тем, как настроить сетевые интерфейсы при помощи командной строки. Это часть третья, завершительная нашей темы 109.2, я поэтому сегодня выложу вам конспект. Нас просят в этой теме, я напомню, просто установить маршрут по умолчанию, поэтому мы сегодня посмотрим маршрут узлы, и осуществить базовую конфигурацию сетей TCP IP. Следующая тема 109.3, там уже немножечко поподробнее это все изучается. Нас с вами интересует 5 команд, и FAP, и FDAWN, это включение и выключение сетевого интерфейса. По сути, это даже не отдельные команды, они просто запускают с нужными параметрами и в конфиг, и root. Самый в конфиг, это настройка сетевого интерфейса, вообще там очень много ключей. Root, это управление маршрутами, тоже очень много возможностей, мы сегодня посмотрим только две. Есть очень мощная команда IP, которая позволяет делать вообще все, что угодно со стеком TCP IP. Это вообще очень мощная и серьезная команда, мы посмотрим ее поверхностно, я думаю, к ней в LPIC, во второй уже сертификации будем возвращаться. Консоль родной Ubuntu, мы с вами уже в прошлый раз меняли настройки сети, мы указывали в Network Interfaces ручные настройки и отключали Network Manager, чтобы он нам не мешал. Вот наши ручные настройки, проверяем, что они у нас действительно выданы, и в конфиг. Сам вывод и в конфиг вы здесь видите, здесь показывается, как именно работает сетевая карточка, то есть инкапсуляция сети, в данном случае у нас используются обычные кадры Ethernet, и так чаще всего будет для наших сетей Ethernet, это наш MAC-адрес, соответственно, IP-шник, широковещательный, маска, то же самое для IP-версии 6, вот эту часть мы пока не разбираем, она нам еще рановата для наших занятий. Так вот, простенькая команда, значит, superuser.do, выключим нашу сетевуху, напишем interface down, if down, имя интерфейса, ENP0, S3 у нас интерфейс. И сейчас справа сверху мы увидим, что она отвалит у нас наша сеть. Соответственно, чтобы включить сеть, нам нужно будет делать то же самое, только interface up. Interface up. Простенькие команды, вот, соединение установлено, мы подключены к сети, ничего такого сложного здесь нет. После того, как мы вырубили с вами Network Manager, у нас стал подвисать вообще весь вот этот вот стэк TCP-IP, и управление сетевыми картами, именно поэтому в десктоповых Ubuntu не рекомендуется делать то, что мы с вами делали на прошлом занятии, ей Ubuntu становится тяжело управлять сетями без Network Manager. Теперь интересный момент, мы с вами используем команду ifconfig в основном для того, чтобы именно посмотреть, какие настройки мы получили. Но мы можем при помощи команды ifconfig еще и управлять сетевым интерфейсом. Мы можем сказать ifconfig, только через SuperUserDo, возьми и дай нашей сетевой карточке ENP0S3 IP-адрес, а именно 192, допустим, 168, какой-нибудь 0, 111. Проверяем команды ifconfig и видим то, что IP-адрес у нас стал 111, что как бы примечательно, у нас при этом в файле нашей Network Interfaces ничего не изменилось, то есть IP-адрес остался 0, 102, но вот этот вот файлик, это ценный Network Interfaces, у нас используется при старте службы сети. И, соответственно, когда мы перезапустим компьютер или перезапустим службу сети, наш интерфейс возьмет настройки опять отсюда. Но в данный момент мы при помощи команды ifconfig смогли поменять адрес на 111. Соответственно, точно так же можем поменять, например, маску. Вот у нас сейчас маска slash 24. Мы можем сказать IP ifconfig, наш сетевой интерфейс, и сказать теперь, допустим, netmask, сменить ее на 255, допустим, 0, 0, 0, вот так вот. Проверяем команды ifconfig, видим то, что маска у нас поменялась. Соответственно, и широковещательный адрес сети тоже поменялся, потому что поменялась маска. Мы можем даже с вами изменить аппаратный адрес, вот этот наш с вами. Для этого у нас есть команда sudo ifconfig, опять же, имя нашего сетевого интерфейса enp0ls3, пишем hardware, ethernet и потом какой-нибудь любой MAC-адрес. Теперь маршруты. Для просмотра маршрутов у нас есть команда root. В винде тоже есть эта команда, только там мы просматриваем при помощи команды rootprint. Я сейчас вижу то, что после того, как я с вами поменял настройки при помощи команды ifconfig, у меня есть новый IP-адрес, новая маска, но нет никакого шлюза, потому что я все потер своей командой ifconfig. Давайте, наверное, я скажу, чтобы перезапустилась служба сети, service, networking, restart, чтобы взялись настройки из нашего файлика с интерфейсами. Опять же, все тормозит, потому что не рекомендуется к Ubuntu вот так вот обращаться через командную строку, она не для этого предназначена, уже наша десктопа в Ubuntu. Команда root теперь сработала, потому что она, ну как она и в прошлый раз сработала, теперь у нее есть настройки из моего файла с интерфейсами, и как можно прочитать нашу вот эту вот таблицу маршрутизации. Мы к ней еще вернемся, сейчас очень просто у нас мы читаем. У нас есть маршрут по умолчанию, который говорит то, что по всем запросам, которые не найдены в нашей локальной сети, обращаться к вот этому маршрутизатору, то есть к нашему gateway, к нашему шлюзу. Собственно, об этом у нас и говорит вот эта вот строчка. Ниже у нас есть local address, который говорит у нас все замкнуто на самого себя, а вот эта вот строчка говорит о том, что в сети 192.168.0.0 с маской 255.255.255.0 мы можем работать без какого-либо маршрутизатора. Это наша локальная сеть, поэтому нам не нужен никакой gateway. Gateway нам, если вдруг понадобится, то дефолт маршрут у нас идет вот сюда. И нас просят как раз изменить маршрут по умолчанию. Для этого у нас есть команда та же самая root. Мы давайте для начала удалим ненужный маршрут. Скажем, удали маршрут по умолчанию, дефолт. Проверяем командой root. И вот у меня исчезла вот эта строчка. И говорим теперь sudo root add. Дефолт. И указываем, что за дефолт root. Говорим gateway, шлюз. У нас теперь будет 192.168.0. Ну, был 10, пусть станет 110. Добавляем, проверяем командой root. Тут, должен сказать, еще подвисание связано с тем, что у нас в этот момент проверяются, есть ли этот у нас адрес. Если бы у нас этот адрес был в моей реальной сети, здесь бы его имя уже появилось. То есть, он бы сразу расшифровал это имя и показал его DNS имя. То есть, вот сейчас я, видите, дописал вот этот вот шлюз сюда. Опять же, это все у нас работает сейчас в рамках нашей командной строки. Если вы хотите, само собой, изменять маршруты по умолчанию постоянно, вам нужно менять ваш шлюз в настройках сетевой карточки. И последнее, что нам нужно, это команда IP. Команда IP безумная. В ней можно делать все, что угодно. По ней огромный мануал. Я вам дам ссылку. Очень много интересного синтаксиса в этом мануале. Мы посмотрим основные с вами действия. Например, есть команда IP address. Покажи нам IP address. А я вам показываю, что у нас есть два интерфейса. Петлевой ENP0S3 наш с вот этим вот IPшником, с этой широковысяцельной сеткой. И показывает то же самое для IP версии 6. Аппаратный адрес. То есть, один из выводов. Он показывает нам наши IP адреса. То есть, команда IP, она немножко шире. Она работает именно со стеком IP. И в конфиг он работает непосредственно сетевыми интерфейсами. А здесь можно делать все, что угодно. Точно так же, как и в FAP и в DAWN, здесь есть у нас IP link set установить до севого интерфейса нашего ENP0S3. Допустим, DAWN. И он сейчас, да, нужно для этого, само собой, права суперпользователей, чтобы выключать сетевой интерфейс. Сейчас сеть опять отвалится, как отвалилась в прошлый раз. И для того, чтобы нам обратно включить все то же самое, только UP. И, соответственно, сеть вернулась обратно. Через команду IP можно даже точно так же, как и через команду IF CONFIG, изменять настройки TCP IP. Мы можем сказать IP протоколу версии 4 адреса, адрес, стереть, флаж. И сказать на каком сетевом интерфейсе. ENP0S3. Только опять же SuperUserDo. И вот я сейчас подтер адреса. Мы можем это посмотреть командой IP ADDR снова. То есть сейчас вот у нас был адрес. Выполняю команду IP ADDR. И у нас больше нет адреса IP версии 4. У нас остался IP версии 6, а IP версии 4 нет. Чтобы его вернуть, мы можем сказать SuperUserDo, IP, адрес. Можно уже не указывать, какая версия протокола. Потому что будет понятно, так как мы указываем в таком десятичном формате, что это IP адрес версии 4. И скажем, какая-нибудь теперь у нас сетка будет 1. И IPшник у нас в бульконе 201. С маской 255.255.255.0. На устройстве нашем ENP0S3. Проверяем командой IP ADDR. И видим то, что да, вот теперь у меня появился вот такой вот IP адрес. Повторю, в системе 109.2 нас просят рассмотреть минимальную конфигурацию и минимум действий. Мы очень сильно посмотрели больше, чем нам нужно. Но зато теперь знаем, что у нас есть как минимум команда IP, функционал которой невероятно огромный. Мы его не рассматривали. Посмотрите, пожалуйста, по ссылке. Продолжение следует.